привет привет друзья вы на канале азбука технической графики и сегодня у нас интересное задание для ребят изучающих аксонометрические построения по вот таким вот двум видам по фронтальной и профильной проекции какой-то детали нам необходимо выполнить третью проекцию или вид сверху заданной детали и для развития нашего пространственного мышления мы выполним изометрическую проекцию данной фигуры разберем те или иные сложности какие-то сложные моменты сложные пункты построения данной фигуры выполнения данного задания почему потому что в данном случае у нас имеется вот такая вот наклонная поверхность на которой смотрите имеется внутри прямоугольный вырез и он проходит сначала нижняя часть его располагается казалось бы легко и просто на вертикальной вот здесь линии видите а заканчивается он уже на наклонной поверхности понимаете и точно также две фаски 5 на 5 миллиметров они у нас располагаются верхней части фигуры но ребят выходят они вот здесь спереди опять же видите нижняя часть на наклонной поверхности и соответственно без пользования вспомогательной линии построить вид сверху будет достаточно сложно я же предлагаю вам в данном случае пойти немножко другим путем и для начала я хочу построить изометрическую проекцию данной фигуры чтобы нам так сказать легче было представить вот это задание у себя в голове а потом уже в завершении нашего урока скажем так мы построим вид сверху заданной фигуры ну и начать свои построения я хотел бы как обычно с построения осей системы координат вот мы задаем начальную точку это будет у нас получается правая нижняя или вот здесь левая нижняя точка заданной фигуры откладываю теперь от нее два угла по 30 градусов влево и вправо так строится изометрическая проекция все введем теперь оси координат когда вы будете выполнять такое задание вы так давайте кстати пусть вертикальную z она в принципе не нужно но нарисуем сразу вы должны ребят при выполнении такого задания сориентироваться и посмотрите понять что ваша фигура в данном случае достаточно маленькая вот посмотрите я выполнил заготовочку чтобы нам используя вспомогательную линию уже нарисовать вид сверху получается если мы будем сейчас строить изометрию в масштабе один к одному то на листе бумаги наша фигурка и изображение будет достаточно маленьким это плохо это плохо и соответственно учитель оценит это я думаю не очень то хорошо и соответственно логичнее и умнее было бы воспользоваться увеличивающим масштабом то есть я предлагаю в данном случае но я думаю здесь я сильно не вылезу за рамки моего моей камеры соответственно попробуем нарисовать нашу фигуру в масштабе 2 к 1 то есть все те размеры которые у меня заданы в задании мы будем увеличивать в два раза и фигурка на листе бумаги соответственно займет более менее оптимальное положение оптимальный размер все начинаем вести построение смотрите так как вот это у нас точка начала координат теперь вот эта ось показывает глубину наши фигуры вправо ось идущая показывает ширину нашей фигуры соответственно по 30 миллиметров значит в два раза больше мы можем провести уже линии размером получается 60 миллиметров все теперь высота вот это 15 миллиметров значит в масштабе два к одному мы строим получается так так 30 миллиметров смотрим задняя стенка в принципе она у нас ничем особо не отличается кроме того что здесь наверху имеется фасочка значит высота всей фигуры 50 миллиметров так переключаемся теперь на вид спереди вот эта линия у нас будет длиной 50 минус 5 миллиметров по высоте значит остается 45 миллиметров значит рисуем линию 90 миллиметров вверх вот видите вот этот размер мне уже нравится интересно получается теперь опять же 20 миллиметров по высоте ребят но мы находимся сейчас вот эта точка это вот здесь значит но вот эта линия она у нас длиннее получается я бы предложил в данном случае все таки провести тоненькой линии еще 10 миллиметров которые мы потом сотрем то есть мы находимся сейчас вот в этой какой-то виртуальной точке теперь ширина нашей фигуры 30 миллиметров получается 60 миллиметров 60 миллиметров 60 миллиметров но фаски у нас слева и справа значит вот этот серединная линия сколько она у нас получается она у нас 20 миллиметров значит мы уже здесь 10 отступ так подождите чтобы не ошибиться я же вот здесь должен находиться вот 10 миллиметров это у нас фаска в масштабе 2 к 1 получается теперь у нас рисуем 20 это 40 и ставим точечку на всякий случай вот здесь это тоже будет виртуальная вот эта . тогда к случай когда у нас не было бы этих фасок все ребят вот эти линии теперь мы две точки мы можем соединить это наше ребро вот это или фаска теперь вот здесь пока ничего не делаем смотрите из вот этой точки мы можем опустить теперь линию 20 миллиметров в моем масштабе получается 40 миллиметров самое главное при выполнении вот таких вот заданий не запутаться с масштабом иначе все парков полетит к черту сразу скажу что потом стирать не перестирать линии не будут или точки вершины те или иные не будут совпадать все все теперь я могу соединить две вот эти точки и это будет у меня передняя линия теперь ребят смотрите очень интересный момент вот эта . это у меня вот эта точечка начало начало фаски то есть моя фасочка должна идти тоже вот тот точно так же под наклоном вниз то есть но так как правая часть находится на наклонной линии соответственно вот эти две линии они не параллельны и я не могу сейчас в данном случае провести вот так вот параллельную линию что и мне необходимо сделать смотрите я теперь делаю опускаю из вот этой точки вот такую же линию но тоненькой тоненькой линии то есть линия пойдет у меня отсюда до сюда смотрите то есть сейчас у меня вот эта сторона это вот эта линия тут еще придется тоже стирать опять же смотрите фасочка моя пять миллиметров значит десять миллиметров я откладываю от нижней вот этой точки десять миллиметров это будет вирту моя виртуальная точка вот здесь где-то располагающиеся вот так вот и получается что вот эта точечка с вот этой они у нас располагаются мы их можем получается теперь соединить то есть нам необходимо определить теперь наклон наклон вот этой линии в изометрии я можно нарисовать опять же но ребят мне необходимо теперь от этой линии провести параллельную линию из вот этой крайней точки соответственно вот я ее веду и теперь проведя параллельную линию от нижней вершины фаски вот так я нахожу получается вот эту точку видите теперь я смело соединяю верхнюю и нижнюю точку видите вот эти две линии они у нас оказались не параллельными вот в этом казалось бы в легком задании вот и располагается вот такая вот такой вот червячок скажем так от чего могут возникнуть те или иные трудности но я уверен те кто смотрят мои видео они такие задачи щелкают как орешки все теперь обвожу опять же вот эту линию вот я построил теперь мою вот эту сторону то есть если мы смотрим на нашу фигуру вот в этом направлении это будет профильная проекция видимом видимого ребят контура идем теперь далее теперь у нас опять же мы можем нарисовать по ширине в противоположную сторону это будет у нас получается вот эта линия что у нас здесь теперь фигурка наша симметричная значит по 30 миллиметров вот здесь можно будет представить или сделать себе какие-то засечечки вот так вот так смотрим вырез вырез ребят вот 9 миллиметров у нас начало выреза от нижней стенки или от пола значит в масштабе 2 к 1 мы откладываем получается 18 миллиметров так находим расположение нижней стенки нашего выреза теперь сколько ширина выреза 15 значит в два раза больше это 30 по 15 миллиметров в обе стороны теперь опять же до вот этой грани вырез у нас вот здесь идет вертикально вверх то есть линии будут параллельны вертикальной оси ничего сложного у нас здесь нету проводим остатки нашего ребра которые у нас будут имеется а все что вырез у нас съедает мы просто напросто стираем так вот так красиво все это будет у нас выглядеть ребят теперь вот эта вся сторона у нас она у нас параллельно или все линии которые имеются параллельны вот этой линии теперь мы опять же так а до куда будет у нас идти ребят до куда будет идти интересный вопрос смотрим вот эти две точки и у нас лежат на одной высоте потому что фаски одного размера соответственно мы эту высоту рисуем параллельно в верхней стороне тоненькой линии чтобы скажем так нам просто определить вот так вот эта точка фаска нижняя сторона и правая фаска я не буду вести чтобы мне много не стирать потом я просто напишу вот эта высота значит вот эта точка у нас будет располагаться вот здесь все теперь соответственно начало и конец фаски мы тоже соединяем все а уже вся грань такая же как эта с той стороны она у нас будет скрываться и получается здесь ее будет абсолютно не видно так ребят теперь смотрим высота нашего выреза 32 миллиметра но здесь наклонная поверхность это очень сложно сложно сделать что же мы теперь делаем я бы посоветовал сделать так смотрите мы можем опять же нарисовать сейчас вот вот это ребро которое уходит в тело так ведем параллельную линию вот здесь так что еще теперь сколько у нас эта линия будет идти 30 миллиметров значит так как вот эта наша стенка она вертикальная значит в принципе можно по-разному определять но я пытаюсь вам скажем так более простой наверное способ представить преподнести чтобы вы представляли у себя все это в голове значит мы сейчас идем к вот этой точке по вот фронтальной поверхности вот это ребро и на заднюю стенку то есть отсюда мы отмеряем сейчас так 30 это значит 60 миллиметров то есть вот я нашел эту точку то есть мы располагаемся сейчас сзади теперь что мы делаем мы идем наверх 64 миллиметра то есть вот эта линия она у нас параллельно вот этой линии соответственно когда мы найдем уйдем на ту высоту вот этой точке мы сможем провести тоже линию и на пересечении этих линий найдем расположение выхода нашего выреза соответственно 64 миллиметра я иду вверх все рисует точечками так тут главное не запутаться где какие точки а где какие помазки от карандаша у меня так теперь вот наша верхняя линия вот так теперь вот эта линия на вот этой высоте от вот этой точки мы тоже рисуем параллельную линию и на пересечении получается одной линии с другой мы находим правую верхнюю точку нашего выреза если у вас возникают ребят те или иные вопросы обязательно мне пишите об этом в комментариях чем смогу я обязательно вам помогу так все теперь вот здесь точно так же линия идет теперь теперь мы ведем параллельную линию вот так и находим получается верхнюю сторону нашего вот этого выреза находящегося на наклонной поверхности все в принципе нам остается теперь показать что вот это видимое ребрышко уходит туда и скрывается и в принципе наше задание по построению изометрической проекции вот такой вот интересной фигуры выполнена полностью вам необходимо или мне необходимо стереть вот эти все оси координат если необходимо по заданию проставить размеры в принципе вот так красиво будет выглядеть изометрия ну а мы же теперь попытаемся представить как будет выглядеть вид сверху вот так вот вот здесь я же посоветовал бы в принципе давайте пододвинемся чтобы нам ничего не мешало из правой нижней точки провести вспомогательную линию под углом 45 градусов в данном случае это будет актуально потому что вот эта наклонная поверхность она серьезно усложняет задание так 25 миллиметров идем вниз все теперь смотрим опять же по заданию ширина нашей фигуры 30 миллиметров вот 30 миллиметров значит теперь нам переключаемся на масштаб один к одному уж тут как-то я так нарисовал масштабе один к одному все немножко маловастенько ну не страшно теперь опять же здесь вниз 30 глубина значит получается у нас тут будет по внешнему контуру такой квадратик скажем вот так он будет замкнут но потанцевать сейчас здесь с ним придется нарисуем обязательно ось симметрии потому что как бы там ни было фигура наша симметричная что здесь у нас теперь еще имеется две фаски на виде сверху мы будем их видеть и фаски у нас идут получается по самой верхней стороне на глубину 20 миллиметров значит откладываем 20 миллиметров вниз и опять квадратик на квадратике давайте другой карандашик возьму 20 миллиметров у нас получается 30 и две фаски по 5 с обоих сторон то есть вот это две линии сейчас мы нарисовали вот это то есть наш квадратик 20 на 20 это вот это верхняя поверхность нашей фигуры теперь ребят тут у нас уходит под наклоном фаски но вот эти линии они не параллельны получается горизонтальной линии на виде сверху они будут у нас идти под углом потому что вот эти точечки находятся на каком-то расстоянии то есть в данном случае я считаю актуальным провести можно в принципе измерить здесь один-два миллиметра будет но в качестве учебного цели я все-таки проведу сейчас вот так вот вспомогательную линию и найду вот эти точки то есть видите у нас получается что фаски наши выходят под каким-то углом потом мы еще проверим как я это все это правильно строю или нет в 3d программе теперь ребят у нас еще имеется вот этот вырез опять же я опущу теперь проекционные связи с фронтальной проекцией вниз все что здесь у нас теперь имеется наш вырез получается начинается снизу он будет виден но он идет до вот этой точки а эта точка опять же располагается на какой-то глубине вот здесь то есть мы будем на виде сверху видеть маленькую часть вот этого когда мы сверху смотрим то есть расстояние между вот этим ребром и вот этим оно будет не такое уж и большое все остальное будет скрываться за получается за верхней стороной нашей фигуры вот так красиво а остаток будет скрываться значит что мы делаем мы рисуем штриховые линии вот так красиво элегантно выглядит вид сверху в принципе вы же можете далее все стереть вот это не буду я задерживаться на этом если необходимо проставить размеры с карточки ребят мы же теперь переходим в 3d программу проверим правильно ли я выполнил построение проанализируем и сравним вот это все с трех координатной моделью которую я сейчас выполню в дальнейшем и покажу вам как все это будет выглядеть и вот друзья мы находимся с вами уже в 3d программе посмотрите какая интересная сегодня у нас фигурка задана по заданию и выполненная в программе для твердотельного моделирования да она не сложная но опять же у некоторых ребят могут возникнуть определенные сложности во время изображения или построения изометрической проекции и нахождение места расположения вот этих вот крайних точек или вершин выреза находящегося в верхней части фигуры на наклонной поверхности да это не так легко и как метод скажем так которым я это строил в принципе да я думаю наверное такого метода и нету но в принципе это было достаточно удобно почему потому что задняя стенка она у нас вертикальная и соответственно все размеры заданные в задании они у нас шли вертикально вверх по оси z и соответственно ну а потом уже точно так же я шел от вот этих получается точек уже по оси вправо вниз я уже находил расположение вот этих точек в общем как это мы построили вы уже надеюсь просмотрели уже поняли здесь повторяться не буду сейчас я разворачиваю да хотя что разворачивать давайте мы же сначала построили изометрическую проекцию я поверну нашу фигурку как то вот так в принципе ребят я думаю что здесь никаких сложностей у вас уже не возникнет если вы будете строить такое задание самостоятельно посмотрите хочу немножко обратить ваше внимание на то что задняя фаска вот это видите она тоже у нас как я и померил вот это линия вот это вот несмотря на то что они у нас располагаются под углом 90 градусов друг к другу а на изометрической проекции они видите у нас сливаются в одну линию и сама поверхность уже сама поверхность у нас уже скрывается и не отображается скрытые линии здесь нет необходимости показывать что здесь еще интересного может быть опять же как я и говорил вот эта линия она ни в коем случае не будет параллельно вот этой линии потому что фасочка у нас видите эти линии они в любом случае не параллельны это скрещивающиеся линии вот и поэтому а были бы они параллельные ребят если бы вот здесь у нас была не наклонная стенка а шла бы вертикально вниз то есть на одной поверхности и на другой параллельной ей поверхности две линии шли бы тогда параллельно но это не наш случай соответственно я правильно вам указал и на бумажном варианте видно что линии эти ни в коем случае между собой не параллельны ну а из начертательной геометрии я думаю вы уже знаете что если линии параллельны то как бы мы не развернули как бы мы не повернули проекцию ли эти две линии они всегда останутся между собой параллельными да что далеко ходить ребят посмотрите вот две вот одна вот эта линия и вот эта линия как я не разверну видите вот маленькая между ними расстояние большое в любом случае параллельные линии остаются между собой параллельными и их проекции точно так же соответственно изометрическая проекция у меня выполнена полностью правильно разворачиваю теперь до фронтальной поверхности быстренько чтобы скажем так проверить включая другой режим до скрытых линий здесь у нас никаких нету задания я нарисовал полностью правильно разворачиваю до профильной проекции или вида слева здесь точно так же вот эта беленькая линия показывает наличие фаски вот у нас вот эта фаска которая здесь располагается а две синенькие линии это сквозной вот этот вот серединный вырез который мы и видим вот а верхнюю часть его и нижнюю часть его все теперь я разворачиваю нашу великолепную фигуру до вида сверху и давайте сравнивать что я самостоятельно уже нарисовал на горизонтальной плоскости проекции ребят я смотрю у себя здесь на бумагу в принципе в принципе могу утверждать что мое задание выполнено полностью опять же вот эта линия она не параллельна верхней линии хотя и здесь тоже фасочка точно так же и вот одна ее грань ее ее ребро не параллельно вот этому ребру все теперь вот этот прямоугольник белый прямоугольник показывает получается как бы туннель начала выреза и дальше этот туннель у нас проходит за верхней частью видите детали вот он вот здесь он у нас проходит и соответственно верхняя часть она скрывает его и получается у нас образуется в программе они показаны синим цветом две вертикальные синие линии то есть это линии невидимого контура и я же на бумаге их показал штриховыми линиями все программа опять же ну мы можем включить наверное теперь плоскости не знаю видно у вас или нет вот здесь вот серединная плоскость ну можно сказать что это о симметрии хотя в программе оси симметрии здесь они никогда не показываются ну вот такое вот на сегодня у нас небольшое несложное задание со своими тонкостями со своими особенностями я надеюсь оно принесет вам какую-либо пользу какие-либо дополнительные знания в копилке ваших знаний соответственно ставьте обязательно лайк всем пока пока до следующего выпуска